Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели моего канала, сайтов, ютуба канала. Я Фролов Юрий Андреевич, и сегодня продолжение той темы, о которой мы уже когда-то говорили не раз, это водородная вода. Уникальная технология воздействия томарного водорода на организм человека. Сегодня то, что я обещал вам, это лечение тяжелейшей формы онкологии, рак головного мозга. Мы сейчас с вами увидим видеоролик японский, из японской клиники, медицинской одной компании. Когда мы увидим на фото, на снимках, что происходит при специальных процедурах. Это аналог той спа-капсулы, которую я вам показывал, которую вы можете приобрести только у нас в России. Но, конечно же, это прибор, и то, что вы видите технологию сейчас в ванной, это профессиональное, очень дорогое оборудование. И тем не менее, нам важна суть, потому что там просто вопрос идет о количественных показателях тех же самых атомов водорода. В определенном объеме воды и так далее. Поможет нам разобраться с этим, потому что японский язык, ну понятно, его надо знать, это сложный язык, тем более специфические термины. И поэтому есть специалист, мы его вот с моим коллегой нашли, его знакомые, моего товарища. И я хочу вам представить, зовут человека Назар, он живет и работает в Японии, в одной японской компании. И, кстати, до того, как мы с вами сейчас начнем непосредственно разбирать этот ролик, смотреть и переводить его, о чем же там говорят, Я попрошу Назар пару слов сказать о том, значит, что он, во-первых, ведет определенные записи, ролик делает, ролики на канал YouTube выкладывает. И они будут интересны тем людям, кто интересуется о Японии, о жизни в Японии, может быть, о таких специфических вещах, как там налогобложение и прочее. Ну, в общем, для тех, кто живет или хочет приехать в Японию, как говорится, так сказать, изнутри уже по совести, то есть, как оно есть, а не просто с телевидением, то, что вы можете увидеть, либо прочесть где-то. Здравствуйте, Назар, и, пожалуйста, пару слов расскажите о вот своем канале и кому будет интересно, да. Да, добрый день, Назарий. Живу в Японии уже 7 лет, получил здесь образование в университете. Так как получаю много опыта разного, и учеба, и как снять квартиру, как сделать визу, медицинскую страховку, купить квартиру и все такое, то есть, много сталкивающихся. И подумал, что интересно будут обычные такие бытовые вещи для людей, которые там хотят жить в Японии в будущем или просто хотят сравнить, как бы, как происходят дела, бизнес, быт в Японии и в России. И потом, ну да, веду свой блог, снимаю, к сожалению, я немножко занят с работой, потом видео выходит не очень часто, то есть, нет конкретной периодичности. Но, тем не менее, периодически видео появляются, потому, кому интересно, меня зовут Назарий Шкурупий. Вот, если ведете в YouTube, будет мой канал, и подписывайтесь, смотрите, материал будет выходить. Ну, отлично. Тогда, значит, все о жизни в Японии, обо всем об этом, люди, кому будет интересна эта тема по Японии, кто захочет поехать как турист, или, так сказать, там вдруг жить кто-то, или к родственникам, или, так сказать, ну, на вашем канале много чего интересного узнают. Отлично. А теперь давайте сделаем главное по нашей встрече. Я сейчас включаю этот видеоролик, буду его периодически выключать, а наши зрители как раз его будут видеть, и потом на паузу я буду ставить, а вы уже тогда, пожалуйста, прокомментируйте, о чем там речь, хорошо? Так, итак, начинаем. Начинаем. 渋谷区表参道にある首都クリニックでは показывают, это я уже скажу, вот, клинику здесь, вот такая ванна, она раздвижная, то есть вот так вот, как бы, откатывается половину, чтобы человек зашел, сел, на специальное кресло, потом она закрывается, ну, и, соответственно, наливается водой, сейчас это мы пока с вами, так сказать, увидим дальше. Назари, может быть, сейчас уже стоит что-то, да, сказать, то есть я вижу, мы там пузырьки пошли, то есть вот ванна пока без человека, но я так понимаю, просто показать, как бы, что происходит. Ну да, то есть, как бы, сказано то, что есть такой район Шибуя в Токио, там есть станция Мотесандо, и там, вот, недавно открыли такую клинику, в принципе, технология, вот, этой активированной воды не так уж, как бы, не так давно применяется, и были сделаны исследования, как бы, влияние этого всего на организм человека, в том числе и излечения болезней, и вот, да, после проведения исследований открылась такая клиника. Ага, отлично, смотрим дальше. 10年間の臨床を経て. Что-то я хочу сказать, сейчас показывают на зеленом фоне как раз тот слайд, где связаны именно вот с опухой или головной мозга, послушаем дальше, я сейчас скоро на паузу поставлю, а вы тогда прокомментируйтесь. 多くのがん患者さんの指示を集めた療法です. 副作用がなく,体を温めることによって免疫力を上げ. Ага. Да, значит, 10 лет проводились эти исследования, вот, по тому, как общемняются свойства организма, свойства того, как организм борется с болезнями, в зависимости от температуры тела. И вот на этих фотографиях на зеленом экране видно, как раз, как через 5 месяцев применение вот таких вот процедур меняется ситуация по заболеванию. Угу, смотрим дальше. 自然の治癒力を引き出すこの治療法は,抗がん剤に苦しむ多くのがん患者さんからの指示を集めました. 3. Тут показано вот изменение, уменьшение опухоли, да, но вы уже скажите то, что вы услышали. Ну, тут, в принципе, ничего нового не было сказано. То есть там просто, ну, следующая слайд, то, что на каждом слайде меньше и меньше, поэтому можем дальше смотреть. Ну, то есть, по мере, сказано о том, как я понимаю, что по мере того, как вот идет методика курс лечения, просто, значит, идет выздоровление, уменьшается опухоль, правильно? Да, да, там просто периоды, да, указаны, как бы. Понял. Ну, вот теперь появляется молодой человек, там, японец, врач, видимо, и мы слушаем его. В мире проводятся много исследований, то как можно естественным, природным каким-то, это путем излечать раковые заболевания, да, и они решили провести свои определенные тоже опыты, вот связанные с водой. Да, да, слушаем дальше. То есть, вот реакция тела на поднятие температура, да, вот, например, когда, ну, человек болеет, там температура поднимается и, соответственно, начинает бороться с вирусом, да, организм. Так вот, при, это же вода, ну, тут дальше будет сказано в ролике, там вода нагревается до 42 градусов. И, соответственно, в тёплой воде проходит такой эффект, как белковый шок. То есть, вот эта раковая опухоль покрывается белком, белковой массой, и, соответственно, её начинает распознавать иммунная система организма, как бы, вот, этого опухоль. Давайте дальше. Давайте дальше, да. Потом я ещё кое-что скажу по поводу аналогии. Ну, как бы, у нас ещё в советское время, в 70-х годах, и я знаю, исследователи тоже были такие методики, когда человека полностью в ванну погружали, её нагревали, при очень строгом контроле, конечно, и, ну, только головной мозг охлаждали, то есть, там клали лёд, ну, там специальные, там, изобрели для этого, так сказать, приспособлений, вот. И нагревали до предела, то есть, распада, уже разрушение белка, там, это речь идёт про 40, действительно, 2 градуса, вот, то же самое. Но, вероятно, я так понимаю, что с водородом это можно сделать не так рискованно, при более низких температурах идёт больший нагрев, так сказать. Ну, это моё предположение, давайте послушаем дальше. Конечно, это моё предположение. И вот, что в этом году мы провели эти исследования, особенно как через кожу, как активировано в организме, и как это все влияет на внутренние органы, на внутренне функционирование организма. То есть, 10 лет – долгий срок, и они уже получили четкие результаты, что это ни в одном, ни в двух случаях сработало, а действительно методика рабочая. И они потом уже открыли эту клинику на Омотесандо. Насколько я понимаю, проведены клинические испытания очень долгие, 10 лет – это очень много. Значит, что они открыты, безусловно, официально, но по-другому там и невозможно. И, значит, эти методики признаны, значит, они медицинские. И я, насколько понимаю, что в Японии с этим очень строго, да, так сказать? Ну, конечно, конечно. В Японии все сертификации, которые должны быть получены, все инстанции, которые надо пройти, там, как бы, ну, без явных результатов ничего не будет. То есть, это через Министерство здравоохранения или аналоги его, да, то есть, грубо говоря? Да, да, да. Ну, все понял. Слушаем дальше. Министерство здравоохранения. Продолжение следует... Не особо знаю, как лечиться другими методами рак, но он говорит, что это обычно локально делается, то есть вот конкретный участок тела лечится. И, соответственно, сам вирус может мигрировать по телу, и если он появится в другом месте, то, соответственно, там отдельно надо будет лечить. Метастазы, речь идет про метастазы, да? Ну, скорее всего, да, я не очень знаком с этим. Но он говорит, вот в чем большое преимущество этой методики, то, что как бы все тело погружается в вон, да, и воздействие на все тело идет. То есть вот это большой плюс. Ну, дорогие друзья, я просто к зрителям уже скажу, мы с вами уже говорили в прошлых лекциях, да, тут, безусловно, нужно, во-первых, знать специфическую медицинскую терминологию, но вместе мы как бы вот понятно, значит, можем сказать так, то есть, как я это понимаю с учетом, вот о чем говорит врач. Дело в том, что, во-первых, вот воздействие действительно на все тело через непосредственно кровь, атомы водорода впитываются, всасываются моментально по всей поверхности кожи, значит, идет в кровь и лимфу, значит, моментально меняются физико-химические свойства, разрушаются активные вот этот кислород. О3 превращается в атомарный кислород и на воду разложение, плюс, вы видели в прошлом ролике, как кровь активно застойная в микрокапиллярах, значит, конечности руки, в данном случае был ролик, там, палец руки человека, как моментально про застой прорвались и пошла кровь циркулировать, то есть, вязкость и вот эта вот кровь ушла, стала она более жидкой, как и положено. Это как раз не фантастика, кого-то это может поразить, это просто свойства, вот уникальные свойства водорода. Вообще жизнь, конечно, водород давно исследует, и все больше и больше появляется понимание, так сказать, вот о важности действительно определенных физико-химических свойств, в том числе воды. Так вот, вода меняется, структурируется, а главное, приобретает вот эти вот свойства, а водород делает в организме вот то, что мы, посмотрите, чтобы сейчас не повторять одно и то же, да, в прошлых роликах. Ну, а мы смотрим дальше, что дальше нам скажут. С собой слайд, как раз, где показано в разных проекциях вот рак и опухоль, но мы видим, как та ниша, ниша, где она была вот занята, то есть, вот уменьшается сильно, вы видите, справа стрелочки пошли налево, и мы видим полость пустую. Так, ну, дальше. Так, может быть стоит, да, сейчас. Ну, да, там вот такие есть вот институт, где проводятся исследования по раковым заболеваниям, то есть, Осака, это как бы, ну, вторая-вторая столица Японии, то есть, второй самый большой город, самый такой большой финансовый город Японии, и вот они говорят, что там были проведены вот эти исследования обоих случаях, которые мы только что видели на слайде. И, ну, и, соответственно, они излечились, как бы, вот эти методики. В одном случае уменьшилась опухоль, а в другом случае там полная излечения была. Да, вот мы видим сейчас слайд, где как раз мы видим полная излечения. Смотрим дальше, слушаем. 表参道に,この両方を備えたクリニックを開院することになりました. Сейчас показывают, как человека, как раз уже закатывают в эту ванну, и что значит уже. Он熱免疫療法は副作用がなく,どなたでも,どのような ганの進行 стейжの形. Показано, я вижу, значит, минус 562 милливольта, делают очень сильный, отрицательный заряд, другие параметры, но там всё по-японски показано, не совсем понятно. Вот было бы хорошо пояснить, что там на экранах вот этого большого монитора. Это вот что за показатели 20, потом 10 красным цветом, а потом 4 стоит. И в 10 степени, либо что-то там 10 в уголке. Да, то есть там в зависимости от уровня, на котором находится заболевание человека, подбираются какие-то отдельные параметры, да? Может быть, тоже зависит от параметра организма, да? Ну давайте посмотрим. Получается время, время выбирается, вот первое, да? Потом. Тут как-то всё со временем связано, на самом деле не все. Ну вот это связано с пистетической терминологией, но... Терминология. Ну да. Ну да, ну всё как бы со временем пребывания в ванной, да? То есть от того, какая стадия заболевания, то есть больше или меньше время проведённой в ванной. Ну там есть ещё другие параметры, ну если получится, потом, да, скажите. Потому что я понимаю, что медицинская терминология на японском, она очень специфическая, но, так сказать, если получится, там дальше что-то, чтобы... Да, да, может быть, я потом посмотрю. Да, нам главное понять, что, да, делается, вот видите, уважаемые зрители, очень низкий ОВП. Сразу вам скажу, что вот минус 562 милливольта, это очень много. Конечно, та СПА-капсула, которую мы вот предлагаем, опять-таки, японская, произведённая в Японии, она в большой ванне, то есть вот как мы привыкли, 200 литров воды, 300 там наливаемся, ложимся, она не создаст такой низкий отрицательный заряд. И чтобы сделать аналогию, там 15 минут даётся в СПА-капсуле автоматом, то есть можно просто второй раз нажать кнопочку, будет ещё цикл 15 минут. Но эффект примерно тот же. Да, там понятно, что более всё серьёзное, более... Ну с какой стороны более серьёзное? Просто там идёт контроль от вида заболевания. В любом случае активный водород, он делает то, вот о чём сказано в ролике, это понятно. Ну там, как говорится, просто под контролем, и точно убирают параметры. Но, чтобы добиться минус 500 примерно, это где-то на наш объём воды, на большой такой, это где-то 2, ну вообще-то 3 капсулы, потому что 2 это где-то до минус 300, 350 опустят. 3 уже сделают под 500. Слушаем дальше. Дальний деньも治療することができます. 抗がん剤をやめた方も、抗がん剤を服用しながらの方も、 どちらも治療に来られています. 現代人というのは、体が低対応になっている方が非常に多くて、 その低対応になった場合に、 ガン細胞というのは非常に体の中で増殖しやすい状態になっています. Это позволяет улучшить ган-細胞, чтобы улучшить ган-細胞. зависимо от возраста, будет хорошее и в молодом возрасте, и для людей, которые постарше. Ну, совершенно верно. Особенно это очень актуально для пожилых, потому что понятно, что мы с возрастом идем не к молодости, не к здоровью. Понятно, нарушение процессов каких-то, если есть, как снежный ком, может лететь либо медленно, но все равно идет с нарушениями процесса обмена, деление клеток, там накапливаются ошибки, все, о чем я в своих лекциях рассказываю. И, естественно, особенно важно это людям уже в возрасте, безусловно, безусловно. Слушаем. Вот что-то сказано и написано на табличке про шоковую протеину, про температуру, да? Ну, да, да. После того, как пробыли в этой ванне 20 минут, тело нагревается, и получается вот этот тепловой белковый шок, когда вот эта раковая опухоль начинает излечаться, в принципе, из-за вот этого эффекта. Да, да, да. Потому что, действительно, клетки в основном держат эту температуру нашего организма, но раковые клетки, а тем более, если идет обработка водородом, как мощным антиоксидантом, вот этим мощнейшим, который разрушает, в том числе, раковые клетки, воздействует на грибы, вот на эти низшие микромициты, действительно идет... Ну, то есть, мне понятен принцип. Я думаю, вообще, на самом деле, японцы это все вообще-то стащили у нас когда-то. Я думаю, 70-е годы, как вообще все практически стаскивают у гениальных русских изобретателей, которые всю жизнь, так сказать, идею продвигают, но она не получает развития. А технические развития японцы вообще заточены на по всему миру, собирают уникальные технологии, они просто применяют, молодцы. Ну, слушаем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Значит, все болезни в организме возникают из-за окислительного процесса. И, в принципе, рак – это тоже окисление клеток, да? И надо восстановительная среда для того, чтобы остановить этот окислительный процесс и, соответственно, как бы излечить болезни. И вот эта вода, активированная водородом, она имеет вот эти свойства. И благодаря ней как бы излечаются и рак, и другие все болезни, потому что прекращается процесс окисления в организме. Ну, все логично. Я просто поясню, что действительно, вот эти окислительные процессы, окисление организма, что это такое? Это кислоты, это высокомолекулярные белки. Вот то, что, попадая в организм, вызывают азотистые основания. То есть, азот – это сильнейший окислитель. И, соответственно, возникают, ну и другие факторы, конечно, влияют. А это идет свободно-радикальное воздействие, плюс к тому, безусловно. Особенно, если человек жарит, так сказать, там идет термообработка. Многие другие факторы – это окисление. И вот как раз с окислением борются антиоксиданты, то есть антиокислители. В данном случае, безусловно, это селена, минералы, витамины являются антиоксидантами, все так. Поэтому комплексная терапия, разумная, системный подход, о чем я всегда говорю, – это самый правильный вариант. Но в нем, если в эту систему внедрить, как часть этой методики системы, атомарный водород, воздействие этого водорода на организм, как мощнейшего антиокислителя, он что делает? Он сберегает именно ресурс организма и иммунной системы. Потому что иммунным клеткам, иммунной системе уже не надо каждую минуту бороться за разрушение, выведение продуктов распада от воздействия свободных радикалов, по крайней мере, активного кислорода. И это очень важно, потому что вот как раз водород является мощнейшим антиоксидантом и плюс энергетиком, плюс свободные электрические, электронные вот эти связи, то, что свободные электроны передаются. А ведь они как раз восстанавливают вот эту цепочку окислительных процессов. То есть, когда антиоксидант, что такое свободные радикалы? Это молекулы, лишённые вот эти, одной из пар, находящих по внешней орбите, отрицательных зарядов электронов. И тогда она, эта молекула, лишённая одного из зарядов, из двух, да, отрицательных, она забирает, старается, чтобы себя уравновесить, забирает у соседней клетки. Это и есть антиоксидант, это и есть окислительное воздействие, разрушительные, свободных радикалов. А вода водородная плюс ко всему, богата вот этими, то есть, электрически заряженными отрицательными ионами. Соответственно, они просто отдаются при нехватке не у клеток, забираются, а как раз уже, соответственно, теперь у вот этих молекул воды. То есть, теперь уже есть свободные электрические связи и электроны, и их можно просто спокойно забрать клеткам без разрушения других соседних клеток. Вот ещё одно свойство вот этой уникальной водородной воды, которая получается. А плюс нагрев, мы тем самым, как катализатором, ускоряем этот процесс, плюс давим действительно вот эта интересная технология, когда мы действительно, раковая клетка, просто эта опухоль ослабевает, то есть, ее система защитная, значит, становится ниже. Так, ну, отлично, слушаем дальше. Монсайл結果が収縮しにくいので,非常に温熱療法をする際に, 効率よく,ですね,熱の伝達が体の心部まですることができる,ということがあります. Ну, вот, они говорят, что даже в случае тех людей, кому, в принципе, говорят, что очень слабая вероятность излечения рака, да, вот эти ванны могут помочь, потому что, вот, обладать эти уникальные свойствами, которые останавливают процесс окисления в организме. Понял, ясно, дальше идём. ...というのが,二つ目の理由でございます. だいたい 41度から 42度のお湯に入っていただきます. その結果, 10分前後で体内心部温度が 39度から 40度ぐらいまで上がります. うむむ、たくの柄 Hans из них 10 минут при критических ну то есть при таких высоких температурах конечно это так что же я сейчас ниже немножко покажу зрители что это японские ну вот но это и так понятно что ролик ноты канал японские собственно тут вот комментарии все так сказать это чисто японская так отлично не знаю есть ли смысл что-то нам в завершении нашим зрителям еще вот сказать может быть то что вы сразу синхронно не перевели но общая картина осталась вот какая от вот этого увиденного ролика ну общая картина в том что как бы это не какая-то новая технология которые решили попробовать и сработать или не сработает да то есть были проведены исследования в больших институтах вот один из самых больших находится в осыке не были конкретные пациенты которые излечились все-таки 10 лет это большой срок и после того японцы очень аккуратная нация не сто раз проверят перед тем как что-то запускать вот то ли продукт или методика какую-то и тот факт что они открыли эту клинику я думаю что она говорит о том что методика действительно работает хорошо вот в общем таки ну вот активированного да да она вообще сейчас очень популярна в разных формах то есть сейчас магазинах и застоят и и пьют эту воду и вот такие ванны появляются да то есть она и косметический эффект имеет на тело и излечающий то есть одни позитивные качества это выговорено только от себя чуть-чуть она понял это вы говорите о японии разумеется она стоит везде да 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 тут вот в японии ведь на каждом углу стоят автоматы с водичкой там соки и вот буквально несколько месяцев назад появилась уже такие бутылочки металлические с вот этой активированной водой продаются ну что я могу сказать тут я да однозначно япония она впереди идет в плане но такого народного здравоохранения это однозначно среди всех стран мира потому что конечно во многих то в той или иной степени есть результаты те результаты которые есть они но как бы идут в промышленное и соответственно народное применение в японии это конечно лидер в плане таких народов они заботятся о здоровье очень нации у них это связано с конечно с такими духовно религиозными так сказать представлениями о жизни поскольку все таки они остались на родовом таком можно сказать языческом до укладе менталитета вот поэтому для них приоритетны не деньги на живо в принципе все это все деньги как цель как служит достижению но они понимают смысл жизни цель задачу свою и вот для них это просто по поэтому здоровье для них это средство для достижения более важных целей в жизни то есть чтобы прожить дольше не как сама цель а чтобы успеть развиться максимально за эту данную одну жизнь вот правильно я так сказать в целом но вот отлично это так и есть значит теперь такой момент ну я туда психологически это я понимаю по определенным вещам я могу об этом судить то что я знаю значит но все так значит вот и что я хочу дорогие друзья наши зрители сказать вам завершение чтобы уже на эту тему закончить это действительно технологии не нова потому что все что только может помочь реально помочь в плане здоровья это только может помочь природа и соответственно на службе у нас может быть могут быть только ее технологии водород активно это я уже сказал его какие свойства обязательно я вам советую посмотрите найдите меня на канале на youtube те ролики которые мы записывали о спа капсуле водородной воде раньше посмотрите о антиоксидантном комплексе для воды это то что вот значит не как меняются физико-химические свойства посмотрите мою лекцию четырех с полночасовую которая называется вода лимфа почки чтобы посмотреть понять что такое физико-химические свойства воды почему они нужны для чего что такое вода вообще и конечно я вам скажу так вода это главное наша пища основная вода это энергия это информация это возможность единственное вывести из организма яд и токсин накопившись это единственная возможность растворить и подать в организм питательные вещества и препараты какие то но то что открывают нам горизонты возможности вот понимание о водороде это что японцы официально уже в медицинских клиниках запустили эту методику это многом говорит правда и еще один момент еще раз хочу подчеркнуть наши отечественные ученые уже давно и разработали в виде экспериментальных так сказать вот технологии прим потому что все у нас сложно очень в плане применения особенно после вот так сказать 50-х годов это просто очень сложно внедрялась сбивалась это так сказать в 50 еще годом а могли изобрести так сказать препарат от на основе чаги подала масленников доктор заявку и уже через год препарат продавался в аптеках это при сталине было а к а потом уже все потом уже так сказать академия наука это государство в государстве она уже фактически не подчинялась дальше уже эта мафия которая не пропустит изобретение разработки будет гнобить выдающихся ученых все это лежало под сукном ну а куда уходил уходила и на запад и конечно мудрые японцы по всему миру собирали эти уникальные разработки вот вам и появилась та самая ванна с нагревом а плюс еще водород вот вам такой уникальный результат что же я хочу сказать на бытовом уровне на бытовом уровне вы можете полностью эту технологию естественно мы не будем брать вот эти дополнительные там 5 10 20 процентов которые там под идеальным там подбором времени при определенных там видах рака это понятно японских клиниках там все рассчитано более точно но то что мы говорили о водороде то что можно добиться спа капсулы простой на бытовом смысле вставе в ванночке ноги ставит водород в кровь пойдет и поступит и дальше будет тоже что мы о чем говорили свойства или же ванну вы лежите ну если же вам нужен вот близкий к этому эффект это две-три спа капсулы разумеется это все равно будет дешевле чем перед прилететь японию в клинику пройти там эти соответственно процедуры это понятное дело но не переживайте за счет эти лишние насчет этих нескольких процентов дополнительно а дело в том что если применить то что к сожалению никто в мире пока не делай нормализовать и перейти на адекватное питание образ жизни учесть специфические прямые воздействия особых грибных полисахаридов и фитонцидов препараты грибных лечебных которые делали которые высшие грибы выделяют например полисахарид лентинан который в шитаке содержится который заставляет вырабатываться вот этот фактор некроз опухоли интерлекин 2 антираховая мощнейший то что пытаются синтетический сейчас добытика никогда это не сравнится с тем что в природе по свойствам имеется плюс заставляет макрофаги это часть лимфатии ну системы иммунной такая особенность вид такой лейкоцитов до макрофаги они вырабатывают фермент перфорин который именно растворяет оболочки раковых клеток и тогда вот если добавить это насыщение организм минералами которых дефицит всегда у своего ребенка прочее 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 и вот эту технологию тогда возможность извлечения и правильно не только онкологии а тут приведен пример просто такой крайний ну особой опасной форме рака рак головного мозга потому что там все таки извините меня такой мощной лимфатической системы который может выносить яд и токсины как других частях организма нет там ликвор это часть такой лимфы который за лимфатической системы ликвор называется такие лимфатические озера это очень медленные обменные процессы проходят это сложно и тем не менее коли даже там ну действительно это говорит о прорыве мировой медицинской и если это использовать эту технологию эти возможности то тогда конечно можно излечить соточенных заболеваний а что касается кожи то это первое и прямое воздействие поэтому при любых кожных заболеваниях но вернее которые мы называем кожным цариаза экземы труда это просто первое дело плюс конечно специфические натуральные препараты травы это фунготерапии фитотерапии изменение питания методики очищения организма если все в комплексе использовать правильно в зависимости конечно той или иной болезни тогда результат будет мы близки к 100 процентов по крайней мере если учесть эти все факторы ну что ж я благодарю вас прямо очень благодарен за то что вот вы смогли на заве уделить время внимание так сказать перевести помочь в этом чтобы потому что по кадрам по всему так сказать что то понятно ну многое да ну ну далеко не все вы нам помогли за что я вам благодарен здесь наши зрители ну и думаю они те кто кому будет интересно японии узнать побольше какие-то специфические нюансы жизни японцев так сказать а будут быт работа прочее зайдут на ваш канал и посмотрят и будут вам тоже благодарны за такую вот интересное видео для меня дополнительно мотивация снимать новые ролики потому что последнее время занято не очень этим занимался вот послушал вас и захотелось вернуться опять записи ролика ну прекрасными знаете мят вам такая просьба большая если вы найдете по водородной воде вот по значит что то еще интересное то что такое вот покажут простым людям вот как все это работает до мнение специалистов врачей вот в этой работающей в этой области дайте мне знать и мы с вами запишем еще интересный ролик хорошо да вот выставки периодически проводятся вот и чисто по активному водороду там разные аппараты методики представлены там можно и дышать и белок и ванны вот мать вот что то такое если получится посетить тогда конечно я передоставлю вот у меня еще знаете как большая просьба то и вот те аппараты по воздуху которые мы видели дышать и так далее если вы возьмете контакты потом уже вот петром там но свяжитесь там мы можем очень так сказать поговорить на тему уже вот закупок и чтобы наши то есть уже интерес к таким аппаратам безусловно и почему бы так сказать не связаться с компанией до японской не поговорить о рынке новом для них отлично но благодарю вас тогда что же попрощаемся дорогие друзья уважаемые зрители я думаю что данный фильм сегодняшний был вам очень полезен и не бессмысленно мы провели это искать по крайней мере есть стоит будет повод задуматься еще раз на тем что действительно природа нам открывает и огромные возможности для выздоровления даже исцеления от очень серьезных заболеваний лучше не допускать но тем не менее не все потеряно и поэтому давайте просто мой вам совет изучать и использовать натуральные природные технологии которые только делают благо и побочных эффектов вредных отрицательных нет а так сказать противоположная сторона то есть вред химии и прочее прочее это уже так сказать давайте оставим но тем кто еще пока не созрел и не понимает и веру вот эту святую в таскать химию и такую медицину скажем такую нечистоплотную непонимающие не неадекватно не оставил пока ну что ж дорогие друзья всего вам самого лучшего и увидимся увидимся на заре и вам всего самого лучшего до свидания спасибо до свидания всего хорошего